Ну что ж, дорогие друзья, привет! Вы на блоге Моделиста. У меня очередная боль, прежде чем я о чем-то начну говорить. Вот это вот мелкое. Но, блин, опять сдохло. Сдохло оно прямо перед Елагиным. У нас очень сильные дожди были. Ну и залило ему нахрен проводку. Есть у Фиата такой косяк, у него весь водослив прямо в его проводку происходит. Короче, он живет своей жизнью. Включает задний дворник и прочее. И не заводится творим. На галстуке покатался, поэтому снова крокодил. Мой маленький крокодильчик. В деле. В городе на нем передвигаться, конечно, не сильно комфортно. Он не для города был сделан. О чем сегодня поговорим, ребят? Сразу кому... Ну, кому не интересно, может просто сразу смотреть. Поставить мне лайк и не смотреть. Дорожки ведь. Дорожки вовсю доделаны. Дорожки вовсю доделаны. Вообще кайфушка просто. Ну, видите, здесь не доделано, там не доделано. Не все успел. Сегодня о Елагине поговорим. И о Зеле чуть-чуть. Да, по мелочи. В основном о Елагине, ребят. Расскажу свое послевкусие Елагина. Но для начала хочу, Саид, поздравить еще раз тебя. Вот прилюдно для всех, ребят. Все поздравляем Саиду. У него родилась дочка. Я считаю, это вообще просто кайфово, потому что у меня две дочки. Дочки это круто. Саид, поздравляю тебя. Ребят, все поздравим Саида в комментариях с рождением дочки. Саид, ты молодец. Не пей. Там в группе ВКонтакте есть фотографии, где ты со звездой в виде TRX-4 фоткаешься Гелендвагеном. Московским, кстати. Дальше, ребят, для тех, кого нету в группе ВКонтакте, я вставлю в ролик, который выйдет в пятницу. Все, что я наснимал. Снимал безумно мало, ребят. Сейчас тоже об этом поговорим. Я туда вставлю, как я там вещал. Я сделал небольшую такую лекцию. Ну, надеюсь, что получилось. Очень надеюсь, что получилось. Что людям, которые пришли на Елагин и смотрели нас, трофистов, было интересно. Я рассказывал не о всех. То есть, о всех моделях тяжело рассказать, которые там были. Но охватил какое-то количество. Рассказал людям отличия этих моделей. Про Александр, про пластик, про 3D-печать, про шаськи разные. Ну, чуть-чуть рассказал. Как умею, что получилось судить не мне, но по комментариям народу понравилось. Во всяком случае, нашим трофистам. То, что я делал. Очень надеюсь, что в следующем году нас позовут снова на данное мероприятие. И тогда я уже подготовлю целиком всю программу. Соответственно, на целый день. Но это будет через год. И смысл об этом сейчас говорить. Вот, приехали. Тачки с Елагина все мои. Я их так хоть чуть-чуть выставил. А так, ребят, просто вот. Вот просто. В мастерскую, люди дорогие, вообще не зайти. Я надо срочно как-то убираться. Кстати, вот тут. Это не мое. Вот такая вот штука. Вот такая вот награда. Ожидает человека. Он не смог ее забрать. За него забрали. Лежит у меня. Я ему ее передам. Что еще? Так вот, по поводу ребят Елагина. Все было очень круто. Спасибо огромное. Просто спасибо ребятам из Триал Трофи СПБ. Не буду называть фамилии, потому что очень много там народу потрудилось. Основные. Это, конечно же, Алексей Семенов. И... Дима, я фамилию твою забыл. Прости, пожалуйста. Бабкин. Тебе огромное спасибо. Он взял на себя самое сложное общение с ЦПКО. Подготовку всего. Ему просто гигантское спасибо. Здесь я даже не знаю, как выразить его благодарность. Потому что он сделал гигантскую работу. Благодаря ему в основном и произошло это все. Если б не он, ребят, ничего б не было. Мы там просто так. Чуть-чуть помогали, называется. Я-то вообще чуть-чуть помогал. А в основном занимался... Ну, таким развлечением, привлечением народа. Опять же говорю, снимал, ребят, очень мало. Хотелось снять больше. Так вот, по поводу того, что снимал. Я понял, что на такие мероприятия какие-либо, да, куда нас приглашают. Ну, это начинает происходить потихонечку. Это не было раньше такого. Ну, было очень мало, да. Если, например, Елагин второй год всего. Вот. Но нас пригласили, соответственно, второй раз туда. Это радует. Нужен обязательно человек, который будет заниматься фото- и видеосъемкой. Вот. Придется, по ходу, деньги тратить, как бы, если такие мероприятия проходят. Придется нанимать кого-то. Либо просить, да, из вас. Кто хочет помочь. Потому что, ребят, я не справляюсь. Вот, серьезно. Сейчас, видимо, канал... Он, конечно, небольшое количество имеет подписчиков. Но я стремлюсь к чему-то. И... И просто не хватает моих рук. Вот. Вообще не хватает. Хочется снять гигантское количество всего, что происходит. Но... Я не знаю, ребят, как это сделать. Потому что просто рук не хватает. Что, соответственно... Что я могу сказать? Печально. Потому что вы не видите, наверное, процентов 90 того, что происходит. И вот этот РЦ-Лайф не просто так заведен. До сегодня он был обольный. В основной своей массе. Но... Вот такая печаль. Значит, постарались, убрали все за собой на Елагине. Оставили чистую полянку. За это нам спасибо. За это нам лайк. Мы не... Лайк, да? Не повредили ничего. Промерил я Зила. Он получился 11,4 масштаба, ребята. Значит, сейчас печатается уже... Новый должен уже начать печататься. Который будет именно там 10-9,8. Вот так вот мы рассчитали. А рассчитали мы не просто так. Сейчас покажу, почему. Соответственно, собрал я у себя приблизительно на хептиках вот такую вот сборочку из моста первого Аксиала. С именно колесами и с дисками, из которых я буду делать оригинальные колеса Зилу. И по ним померился. Чтобы масштаб чуть-чуть подкорректировать. Потому что, согласитесь, можно, конечно, и хексами там наиграться сколько угодно. Но примерно это все совпадает. Зил немножечко меньше, чем тот же КамАЗ. Поэтому здесь полегче. Если в КамАЗе нам приходилось все-таки хексики какие-то играться ими, чтобы было комфортно, то здесь десяточка совпадает. Я говорю, там 9, может и 9 будет, да, там вот что-то такое. Но в основной своей массе будет десяточка. Мы ее сидели, рассчитывали, долго искали. Чертежи более правильные, чтобы понять. Потому что в 3D-печати вы по макету не можете, да, если у вас есть расстояние по кабине, по лобовому стеклу, да, в это расстояние тяжеловато будет замерить именно в чертеже при слайсинге. Поэтому раздували масштаб, который есть. Там народ написал, откуда этот Зил взялся в комментариях. Им огромное спасибо этим людям. Опять я не в камеру, да, смотрю, потому что камера в телефоне находится в углу, да. Хочется смотреть, как бы, вот, прямо в... Кстати, да, о, интересный момент, да. Прямо я в телефон смотрю, я, получается, смотрю вообще куда-то, согласен. Ладно, это фигня все. Буду снимать не на телефон в основном, а именно на основную свою камеру и выкладывать. Сегодня я говорю так, я только отошел, на самом деле, после Елагина, потому что, ну, как-то мне тяжело немножко далось. Давно не выезжал, никуда ребятам не помогал на Саревых, а тут, как бы, и ночь подготовки, и немножко поспал, и пока собрался, приехал, все вот это вот... Ну, как-то произошло. Делали мы вот такую штуку, ребят, смотрите. Вывешивали. Видно, надеюсь, вам. Соответственно, канал Алексея Девяткина, мой канал, такая же была наклеечка, нанесена, но на гараж, две наклейки. Там были ссылочки на канал, на группу ВКонтакте, Триалы Трофи СПБ и мою группу РЦ Хобби Хом. РС Хобби Хом. Да, ребят, вы меня поправляете РЦ. Почему-то все время хочется искать РЦ. Но тут сокращение очень мне зашло. Если кто в группе ВКонтакте есть, видели, Хобби Хом вещает. Буду просто Хобби Хом. Ну, как-то так проще. Потому что все время меня порывает сказать РЦ, а на самом деле РС. Но это все такая полемика. Значит, вчера уже вечерком занялся, наконец-то, снова, да, снова смог заняться тачкой подписчика. Завтра выйдет... То есть, вчера вы посмотрели про шасси Инжора. Послевкусие шасси Инжора, ребят. Да, молодцы. Однозначно молодцы. Здесь не реклама, я говорю, ничего. Я когда у них еще покупал запчасти на трофейку в аренду, я у них некоторые детальки брал, они мне очень зашли. То есть, если посмотреть на шасси... Я ее, кстати, возил на Елагин, разобранную именно, чтобы показать людям, что такое шасси, да. То есть, оно собрано из каких-то элементов. Понятно, там все пластиковое, у меня почти все алюминиевое. Но очень зашло. Вопрос возникает, на самом деле, с КПП он не возникает, ребят. Да, внутри пластик, но я говорю, вы вспомните РГТ. Кто-то катал долго, кто-то сломал сразу. Но здесь как бы как-то катаешь. Ты должен понимать, что такую шасси сразу в грязи мес я бы, наверное, не загонял в жутки и в краулинг. Сначала покатал, посмотрел бы. Разобрал. А потом уже, если... Извините, пожалуйста. Если ничего на ней не произошло, то можно уже и в бой основательный. Да, как я бы ее потестировал? Где-то подъемчики какие-то, где-то побуксовал в песочке. Потом, опять же говорю, разобрал и посмотрел, в каком состоянии находятся шестерни. В той же коробке, в том же мосту, в каком состоянии локер находится. Но за локер, ребят, я на самом деле не боюсь. Ввиду того, что он уже там второго поколения. Второго поколения локер, да? Алюминиевый. Он достаточно надежно стоит. Не вижу препятствий каких-то для его поломки. Фу, препятствий. Это хорошо, я, кстати, сказал сейчас. Не вижу предпосылок для его поломки. Мне кажется, он будет ходить. Все достаточно там бронебойно. Ну, не буду говорить за привода, которые там ЦВД, кстати, по-моему, да. Не сказал. Минус мне. Мне кажется, будет ходить. И коробка тоже будет ходить. Все-таки есть такая штука, как слипер, а слипер спасает достаточно сильно. Так что, ребят, вот так вот. В ЦПКО, значит, в пятницу смотрите все, что я наснимал. Вот вы на заднем плане видите сейчас то, что вы увидите завтра, ребят, в среду. Вот об этом кузове я расскажу. Это тоже предоставлено Денисом Ждановым. Денис, я надеюсь, я не переврал на твое имя и фамилию. Мне было бы очень печально. Ребят, вот знаете, у меня есть небольшая такая проблемка. Я на имена и фамилии, память у меня не сильно хорошая. Я как-то больше на другие моменты, на циферки, на всякое такое. Ну, там, своеобразная, скажем так, деформация по работе. Поэтому вот как-то так. Понятно, сейчас немножко всего меньше выходит опять. Да, то есть, потому что отпуск кончился. Тот же РЦЛайф не каждый день, потому что я не каждый день могу заниматься. Но сейчас основное занятие, это вот оно лежит на столе. Мне ее надо закончить. Я очень рассчитываю закончить эту тачку к... Блин, я боюсь просто сейчас сказать. Надо, скорее всего, к следующей неделе. В следующей неделе уже отправлю ее человеку. Осталось чуть-чуть. Значит, что вас ждет? Давайте в самом конце. Опять длинно все получилось. Много я балаболю. Значит, что вас ждет, ребят? Принимаем решение сейчас в комментариях, кто досмотрел до конца, кто молодец, я предлагаю раз в две недели стабильно сделать каждую пятницу, например, 11 часов вечера, да, чтобы на работу на следующий день никому не надо, чтобы все могли спокойно посмотреть стримы. Вы с две недели присылаете мне свои вопросы на почту, вконтакте, в группе, в сообщениях. Я их аккумулирую в течение двух недель и каждую пятницу, получается, да, через две недели я делаю стрим на где-то минут 40, да, берем 40 минут, не более, в течение которого я отвечаю на ваши вопросы в самом начале и в конце отвечаю в онлайне на вопросы, потому что вопросов у вас много. Кстати, подписчиков приехало достаточно большое количество, ну, Елагиным огромнейшее спасибо, ребята, я всех рад был вас видеть, чувствую себя звездой периодически, немножко в шоке нахожусь от того, кто меня знает. Кстати, ребят, подписчики, кто танкисты и общался, я что-то затупил, очень нужно было взять ваши контакты в контакте. Ребят, напишите мне, я очень хочу съездить покатать на танках своих с вами, если кто-то ездит, ну, они знают, о чем я говорю. Ребят, напишите, пожалуйста, если вы смотрите это видео, очень-очень-очень надо. Питерским, конечно же. Вот, по поводу две недели и стрима я сказал, и видео у вас ждет, значит, в среду вас ждет видео по поводу кузова, который вы только что подглядели, в пятницу вас ждет Елагин слет, на следующий, я уже четко это знаю, потому что уже все, работы идут, на следующей неделе вас ждут два видоса, точно два. Первый будет про модули света, световые модули, которые есть у меня, есть у Михаила, Миша приедет, мы вместе с ним снимем ролик, у него их тоже несколько штук, я надеюсь, вам ролик зайдет, ролик будет долгий, ребят, посмотрим в каждый модуль, поговорим о них. И в среду вас ждет ролик, наконец-то, ребята, про советские радиоуправляемые модели. Вот, что вас ждет. И спасибо всем, кто смотрит, ребят, рекламу, и не пропускает ее. Все-таки это небольшой, но заработок каналу, заработок мне, все это идет на развитие канала. Огромное вам спасибо, я вам просто очень благодарен. Так что не пропускайте ролики рекламные. Не надо донатить, просто посмотреть несколько секунд рекламы. Спасибо, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я надеюсь, вам все это нравится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok